О погоде на завтра в студии Ирина Полякова. Здравствуйте, у меня информация прогностического центра Метео. На Дальнем Востоке очередной циклон принесет сильные дожди в Бурятии и Забайкале. К счастью, самые сильные нас не заденут, но на северо-востоке Китая настоящий потоп гарантирован. Амурской области и Юго-Хабаровского края этот циклон обойдет, ну а предыдущий циклон остатки своих дождей еще удержит над Приморьем. Температура по югу почти в норме. Для контраста певек. Там и так не жарко. Еще и похолодает, и до мокрого снега дойдет. А вот где жарко, так это Барнаул. Выше 30 и пока только солнце. Это так везде. В Сибири от Томска до Кызылы, от Новосибирска до Абакана. Там жаркий, полный солнцедень с температурой около 30 градусов. При этом к Омску завтра днем уже подойдет зона осадков. Это на Урал ворвется циклон, сильно наполненный влагой. Результат вот там стоит ждать очень сильные дожди. В Кургане до половины нормы целого месяца. И прохлада останется. И не просто останется, а будет нарастать. В Екатеринбурге в пятницу и в субботу максимальная температура воздуха плюс 16. В Тюмени эта новая порция прохлады придется на субботу и воскресенье. По Волжи тоже заметно отстает по температуре. Дождь возможен и в Ульяновске, и в Саратове, и в Ижевске. В Самаре пока без осадков, но максимум тоже плюс 23-24. Западнее вероятность дождей. Есть Череповца вплоть до Тулы и Рязани. А еще западнее только солнце и почти жара. Карелия, Кольский полуостров, Запад Архангельской области тоже в этой компании. Там теплее положенного градуса на 3, а то и больше. Ну а на юге впервые с начала июля температура после критической жары приближается к норме. А местами даже будет немного отставать. Ливни и грозы в основном в горных районах. Там не исключен исход селий. И столицы. В Петербурге в четверг опять плюс 28 и солнце. В Москве завтра 25. Это потому, что возможен дождь. Но с пятницы снова выше. Выходные под 30.